9 утра. Жительница СНТ «Солнышко» Валентина Житкова на прививку от коронавируса пришла самой первой. Вакцинироваться решила после того, как у знакомых от ковида умер глава семейства. Считаете, что ее нужно делать? Ну, конечно, нужно. А почему? Многие говорят, что вот непроверенное. Что в церковь ходить можно было. Мобильная бригада ВРКБ подобные выезды в рамках прививочной кампании в СНТ и деревне муниципалитета устраивает регулярно. Процедура все та же. Сначала заполнение необходимых бумаг, сбор анамнеза и осмотр. Если противопоказаний нет, можно вакцинироваться. Наличие сопутствующих заболеваний имеется, как бронхит? Нет, ничего нет, только давление. Гипертония имеется. Иногда подприглите. 82-летние братья-близнецы Алексей и Виктор Тишкин каждое лето проводят на свежем воздухе в СНТ «Солнышко». Вот и на прививку тоже пришли вместе. А что боятся? Говорят, что вакцины не пробеленные. Мы приветствуем, чтобы не болеть и подольше жить. Медики после осмотра братьев-близнецов заключили, противопоказаний к прививке нет. Почтенный возраст также не помеха. Количество привитых было сегодня 12 человек. Реакции на вакцинацию не было. То есть все прошло хорошо. Никому вакцинации отказано не было. То есть никто не болел. Из СНТ «Солнышко» мобильная бригада отправилась в соседнее садоводческое товарищество Таболова, где прививку быстро и с комфортом могли сделать все желающие. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.